Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова мы возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать фундаментальные события минувшей торговой сессии, то, как они повлияли на динамику финансовых активов. Сразу предлагаю перейти к делу, к тому, что у нас впереди. Центральные события сегодняшнего дня-завтрашнего. Это выступление Джерома Паула, председателя американского регулятора в Конгрессе. Это выступление посвящено перспективам денежно-кредитной политики. Прежде чем эти перспективы будут обозначены, он, конечно же, отчитается о последних шести месяцах проделанной работы, разберет все в деталях, что удалось достигнуть, чего нет, и, собственно, разложит по полочкам, какие действия будут дальше предприниматься для того, чтобы решить проблему низкой инфляции и довольно скромного экономического восстановления. Мы-то, друзья, с вами знаем, что, скорее всего, ему придется делать снова акцент на то, что без доп. стимулирования не обойтись. Под доп. стимулированием мы понимаем снижение процентных ставок. Это как раз то, что изначально рассматривается в качестве главного негативного фактора для доллара, о чем я вам говорил уже неоднократно. Но к доллару, ладно, перейдем. Давайте посмотрим, что у нас на рынке нефти. Если ситуация в целом не меняется, 64,76, мы все ближе к планке 65, уверен, что закрепимся выше, и, возможно, удастся прокатиться даже к 70, ну, может быть, это совсем агрессивная цель. Но пока новостной фон не меняется, друзья, я делаю акцент на то, что очень хорошие возможности для роста. Мы работаем с ближним фундаментом, который уже обеспечил восстановительную динамику. Этот фундамент основан на рисках ближневосточного характера, собственно. Участники рынка расценивают все, что происходит на Ближнем Востоке, как потенциальный их риск перебоев поставок на глобальный рынок. Вчера мы детально остановились на теме того, что на фоне нарушения Ирана условий ядерной сделки, против него санкции могут вступить в силу и со стороны Европейского Союза. Чуть-чуть разверли эту тему, приняли решение, что, скорее всего, эмбарго на поставки, конечно же, никак не отразится на объемах экспорта. А вот что касается санкций, которые будут распространяться на банковский и страховой сектор, там могут уже возникнуть серьезные трудности, которые явно усложнят условия заключения сделок с Ираном действующих партнеров, особенно с точки зрения страхового покрытия, потому что Ближний Восток, любой контракт по трансграничным перевозкам, особенно с этих регионов, он подразумевает стопроцентное страховое покрытие. Плюс ко всему, не забывайте, друзья, что мы отыгрываем еще, ну, хотелось бы еще лучше отыграть идею продления действий энергетического пакта. Также у нас сегодня на повестке данные по изменению запасов нефти в США. Репетиция накануне состоялась, это отчет от Американского института нефти. Мы увидели данные снижения запасов на весомую, существенную цифру больше, чем на 8 миллионов. Я считаю, что если сегодня даже в два раза хуже, мы увидим показатель по официальным данным, ну, то есть снижение хотя бы на 4-5 миллионов, это будет достаточно, чтобы простимулировать локальные ралли, которые необходимы сейчас для пробоя планки 65 долларов за баррель. Ну и также, друзья, не забывайте про доллар, раз уж мы говорим о возможностях его потенциального ослабления. Снижение курса доллара – это еще один фактор роста стоимости нефти. Тем более, что стоимость сырья, она номинирована как раз в американской валюте. Дальше идем. Доллар иена 108.87. Здесь хочу предложить сделку селлимит с отметки 109.10. Напоминаю, что сегодня мы ждем выступления Паула. Это центральное событие, потому что Паулу придется говорить очень много. Не о каких-то глобальных рисках, эту тему он тоже затронет, но прежде всего от него ждут разбора полетов, касательно проводимой денежно-кредитной политики. Нам нужно получить намек того, что Федрезерв думает о будущем экономическом росте, действует проактивно, и сейчас эта проактивность не должна выражаться в начале цикла снижения процентных ставок. Что бы ни говорили, на рынке после последних данных по Non-Farm Perls, которые, как вы помните, оказали неоднозначное влияние, я абсолютно уверен, что Джером Паул сделает намек на то, что первый раз ставка может быть снижена уже в конце этого месяца. Тем более мы понимаем, что очень сильно давит на него сам Дональд Трамп, который фактически раз в неделю касается темы проводимой политики и открыто критикует действия руководителя Американской Федеральной резервной системы. В общем, ждем, друзья, распродаж доллара. Я не думаю, что они будут довольно быстрыми, агрессивными, потому что отчасти, может быть, участники рынка уже и отыграли идею снижения процентных ставок, но все равно вектор тут очевиден. То, что мы сейчас выросли, это не значит, что произошло радикальное изменение в настроениях и почему-то доллар стали покупать. Это небольшая передышка, друзья, которая позволила нам, как продавцам, накопить, может быть, больше сил для того, чтобы развить новый нисходящий рай. Индекс S&P, американская бенчмарка фондового рынка, 2980 пунктов. Я предлагаю также сделку силостоп с отметки 2970 пунктов. В игре сейчас и технические факторы после теста сопротивления 3000. Есть еще и фундамент, опять же, это пересмотренные ожидания изменения монетарной политики, риски и рецессии, о которых я не раз говорил. Посмотрите, что происходит по ключевым индикаторам американской экономики, вы поймете, почему нужно действовать. И сам факт новых экономических стимулов, которые, по идее, должны помочь экономике американской, может быть, впоследствии это повлияет на восходящую динамику американского фондового рынка. Но сначала нужно смириться с тем фактом, что эти новые стимулы, они являются ответом на серьезное ухудшение макроэкономической конъюнтуры. Это негатив. Вчера мы говорили про Морган Стэнли, в частности, надеюсь, для многих мои комментарии относительно того, что данный банк существенно сократил вложения в акции, для кого-то стали убедительными, потому что все-таки авторитет рынка, в частности, по будущему капитализации ключевых американских индексов. Блэк Рок, крупнейший хедж-фонд, также сейчас частично уходит в кэш, еще один, друзья, сигнал того, что не верит в американскую фонду и абсолютно с этим согласен. Для меня странная ситуация, когда пересматривают с улучшением прогноза по выручке прибыли корпоративного сектора на фоне реального ухудшения положения дел и удручающих показателей PMI, которые мы получаем по всем регионам. Что-то здесь не так. Распродажи должны пойти, я надеюсь, что вот-вот. Золото 1393, те, кто, друзья, еще не купил, покупайте, потому что золото будет пользоваться поддержкой слабого доллара. Я думаю, что очевидно, золотой актив уже показал, что он смотрит только вверх, и горизонты для дальнейшего инвестирования, они еще несколько недель назад были обозначены на отметке 1450 долларов за тройскую инвестирование и даже выше. Австралийство против доллара 0,6918, как я и отмечал, мы снижаемся. Друзья, это только начало, мы готовимся к следующему заседанию Резервного банка Австралии и еще одному снижению процентных ставок. Это важно, это необходимо, только это поможет выбрать с рынка незадействованные трудовые ресурсы. Доллар-канадец еще один потенциальный герой сегодняшнего дня, канадская валюта. В основном, поскольку сегодня в 17.00 будет оглашено решение по процентной ставке, конечно же, ставка вряд ли изменит, но мы ориентируемся на сопроводительное заявление. И вот тут-то я жду намеков, что при ухудшении дальнейших отчетов Банк Канады может примкнуть к другим регуляторам, которые уже встали на тропу снижения процентных ставок. И я надеюсь, что этого будет достаточно, чтобы сегодняшний день попали доллар-канадец, мы закрыли выше планки 1.32. Евро против доллара 1.12.06, лоу вчерашнего дня. 1.11.92 никак не удается закрепиться ниже, хотя комментарии ЦБ о важности и фактически неизбежности задействования новых инструментов экономического смягчения уже доказывают, что вот-вот произойдет этот слом трендовой динамики, и медведи получат еще больше импульс для более глубокого снижения. Ждем, друзья, отработки этой идеи и движения пары в район 1.10-1.11. И фунт против доллара 1.24.52. Сегодня в 1.13 выйдут данные по промышленному производству. Ожидаются слабые данные, слабая статистика, которая может усилить давление на британцы. И, в принципе, после пробоя отметки 1.25 очевидно, что фунт идет вниз. Но пока, друзья, я новых идей давать не буду. Считаю, что нужно подождать, чтобы найти более подходящий уровень. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.